День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком, программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. Звукорежиссер Радион Золотарев. С нами на связи онлайн-директор, руководитель, художественный руководитель, главный режиссер. Сейчас он уточнит правильно свою должность. Филипп Лось. Таллин. Русский театр драматической Эстонии. Доброе утро, Филипп. Доброе утро, да. Если точнее, все-таки художественный руководитель Русского театра Эстонии. Вот, замечательно. Но я как раз об этом сегодня утром раздумывала, потому что во всех театрах очень разные взаимоотношения. Я помню, мы когда-то это все обсуждали в Москве много лет назад, 10 уже прошло лет, как мы это обсуждали. Как должно находиться, существовать руководство театра? Директор худрук, кто главный? Или главный режиссер и директор? Или просто директор? Или только худрук? Как Филипп в Эстонии с этим? Вот что такое худрук в эстонском русском драматическом театре? Ну, все-таки в эстонских театрах есть определенное единообразие, то есть руководителем театра все равно является директор. То есть, поскольку сам театр является целевым учреждением и, соответственно, целевым учреждением должен руководить совет, правление этого целевого учреждения, то, как правило, это правление состоит из одного человека и директора. Кроме того, есть еще совет, это назначенные министерством культуры люди, которые, допустим, в русском театре это пять человек, которые периодически встречаются, обсуждают с руководителями театра самые важные экономические вопросы, принимают решения, принимают бюджет, вносят в него какие-то коррективы и так далее, и так далее. Что касается художественного руководителя, то это функции исключительно творческие, то есть эти функции в эстонских театрах очень точно разделены. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты рассказал про совет. У меня такой опыт был в столкновении с бордом, когда-то тоже много лет назад в Великобритании, где в каждом театре есть свой борд, где есть представитель, как сказать, локального сообщества, есть представитель арт-канцл, который дает деньги, выфинансируется из государственных бюджетов. Есть представители каких-то общин, есть какие-то просто критики или еще кто-то, кто у вас в совет входит в эти пять человек? У нас очень как бы определенная и точная структура. Есть председатель совета Якалик, один из самых авторитетных, пожалуй, театральных деятелей Эстонии, для которого сейчас это, собственно говоря, основное место работы. То есть он, при том, что он сам работает как театральный критик и как театральный эксперт и как театральный режиссер, и даже, собственно говоря, в декабре состоялась его премьера на малой сцене русского театра. Он поставил современную эстонскую пьесу Эрика Иоанна, но все-таки его основная функция, основная его работа – это координация деятельности русского театра как председателя совета. И совет тоже сформирован в очень понятной логике, то есть в этом совете вице-мэр Таллина Вадим Белоборовцев, в этом совете представитель Министерства культуры, в этом совете представитель Департамента финансов, и в этом совете представитель театрального сообщества социолог Евгений Голиков. Вот, собственно говоря, вот эти пять человек, то есть они все пять действительно представляют как бы разные сферы, разные бетви взаимоотношений русского театра, то есть русский театр находится в Таллине, русский театр подчинен Министерству культуры, русский театр, естественно, непосредственно зависим от Министерства финансов, вот, и при этом русский театр есть общественная организация, и как бы каждая из этих связей, она представлена в совете. Ну да, и при этом вот люди из Министерства культуры, из Министерства финансов, они знают ситуацию в театре практически с первых рук, потому что они присутствуют, да, в этом во всем. То есть не то, что им какие-то докладные записки носят, они просто, ну, внедрены, собственно, в театр, да, в какой-то степени. Да, они не в курсе, да, конечно, Министерство представлено главным советником по драматическим театрам, вот, и, как бы, соответственно, город Таллинн представлен на уровне вице-мэра, то есть это все люди, которые непосредственно связаны, ну, с... Прекрасная схема, мне очень нравится. Да. Как комфортно в этой ситуации работать, Филипп? Да, абсолютно, потому что это все максимально доброжелательные рабочие отношения, совет не вмешивается в художественную политику, но при этом всегда, как бы, мы стараемся, чтобы совет был максимально информирован, какие спектакли предполагаются, какие жанры, на какую зрительскую аудиторию они рассчитаны. То есть главная функция совета – это следить за тем, чтобы русский театр был экономически успешным, самостоятельным культурным институтом. Ну, я так понимаю, творчески успешным тоже, если все-таки возглавляет совет не экономист, а представитель театральной общественности, да? Да, конечно, конечно, конечно. То есть это все-таки приоритет в этом тоже есть, то есть задача сохранения баланса между экономической успешностью и творческой, как я понимаю, да? Ну да, и в принципе сама должность председателя совета – это тоже публичная должность. То есть, в общем, ну, практически все наши зрители знают, кто такой Якалик. Он, как председатель совета, он имеет право голоса в СМИ, и, мало того, многие вопросы, особенно такие вопросы важные, какие-то поворотные для русского театра, они обсуждаются, публично обсуждаются с его участием. Он имеет, как бы, он всегда имеет голос, его позиция очень важна, к ней прислушиваются. Вот, то есть в этом, в этом, как бы, есть максимальная открытость. Это, в принципе, ну, сам принцип экономического, то есть принцип эстонского общества – это максимальная открытость. Все должно называться, все должно, как бы, быть честно, все должно быть прозрачно. Прозрачно. Скажи, пожалуйста, в этой прозрачности, как вы сейчас, вот этот год, который, ну, скоро уже, вот, будет год с марта месяца, как театр существует сейчас, какая поддержка от государства, что вы можете делать, чего вы делать не можете, на что вы рассчитываете, на что надеетесь, какие планы. Очень много вопросов тебе сразу задала. Давай так, как этот год государство сохраняет театр? В течение 20-го года и вот уже в начале 21-го государство, правительство и Министерство культуры в первую очередь озабочено тем, чтобы максимально, ну, как бы, максимально сохранить те бюджетные показатели, те, как бы, экономические рамки, в которых театр существовал до пандемии. То есть, соответственно, в тот момент, когда весной было принято решение о временной приостановке спектаклей, в результате театр, в результате, как бы, после такого вполне корректного подсчета тех убытков, которые понес театр, то есть неполученной прибыли от продажи билетов, все это, все-все-все это было государством возмещено. То есть компенсация, извините, пожалуйста, компенсация выпадающих доходов была сделана, да? Именно, да, 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 да. В полном объеме запланировано? Конечно, это было рассчитано по показателям, соответственно, по показателям предыдущего, 19-го года. И все это было возмещено, как бы, двумя путями. С одной стороны, это было возмещено через хайги-кассу, то есть через, как бы, кассу по безработице. Да, то есть вот этот временный простой был актером и сотрудником театра в значительной степени компенсирован через этот фонд. Плюс Министерство культуры, как бы, просчитав оставшуюся сумму, как бы, неполученной прибыли, которая не была прямой возмещена через кассу по безработице, еще добавил такую, ну, отдельную целевую дотацию. Хорошо, а вот сейчас, окей, весной это все-таки было, ну, во-первых, никто не знал надолго ли, это была такая временная история. Сейчас понятно, что вы закрылись в ноябре, когда вы закрылись? Нет, нет, мы, последний спектакль в 20-м году мы сыграли 23-го декабря. А, то есть вы все-таки всю осень работали? Конечно, конечно, то есть мы начали, то есть мы начали запланированно с начала сезона. И у вас не было ведь ограничений в продажах, да, у вас был полный зал, можно было продавать. Почему? Были с ноября, были ограничены, вот, они были, они были введены, до этого момента вообще мы, мы как бы работали без ограничений, мы начали с летнего проекта, как и многие эстонские театры. В августе мы играли проект на открытом воздухе, а с сентября начали играть на двух своих сценах, на большой и на малой. И в ноябре были установлены ограничения 50%, ну, должен сказать, что ограничения, в общем, были вполне с пониманием приняты. Вот, тогда же, собственно говоря, был введен такой, ну, рекомендательный масочный режим. Ну, чтобы в зале люди находились в масках, да, желательно? Да, 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 конечно. И, там, готовясь к детским спектаклям, мы принимали отдельные меры для того, чтобы максимально разделить, как бы, классы, то есть, там, делали такие временные гардеробы, заводили через разные двери, максимально разводили потоки детей, чтобы они не минимально контактировали друг с другом. Ну, то есть, все-все, как бы, разумные, возможные меры театр предпринимал. Ну, в принципе, все-все эти ограничения, еще раз говорю, были вполне разумные, они работали, и, по крайней мере, там, в нашем театре ни одного случая, чтобы нам предъявили потом претензии, что, как бы, произошло заражение в театре, не было. А у вас фиксируются зрители, которые приходят? То есть, вот, если вдруг вы узнаете, что кто-то из зрителей заболел, вы оповещаете, должны оповещать потом всех зрителей спектакля? Ну, это, 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 как бы, это, такая возможность есть, мы о ней оповещаем, но она не носит обязательный характер. То есть, здесь зритель сам делает выбор, оставить свои контакты или нет. Мы не оставляем. И, вообще, в принципе, ну, как бы, и сама система продажи билетов, она тоже позволяет основной части зрителей, как бы, быть в контакте через мейл, и мы всегда их можем оповестить, там, допустим, о переносе спектакля и о любых других своих действиях, в том числе и о, как бы, о... О каких-то возможных проблемах, да? Значит, вы сыграли просто накануне Рождества и ушли в зимние праздники отдыхать. Вот месяц вы не работаете, да? Ну, да, практически, практически. Мы перед Новым годом, мы потеряли только вот совсем предновогодние спектакли. 27 декабря, поскольку 24, 25, 26 были три дня отдыха, государственные праздники. В любом случае, когда спектакли не играются, вот. А вот с 27 по 31 несколько запланированных спектаклей, да, к сожалению, мы, как бы, не смогли сыграть. И январский. 27 по внутренней причине, потому что у нас заболела актриса, которая была занята в детском спектакле, и, как бы, соответственно, цепочка его контактов, это практически все участники, там, тех спектаклей, которые были запланированы на 27 число, и 27 мы тоже вынуждены были их переносить. Скажи, пожалуйста, а сколько вы премьер успели сыграть осенью? Вот в этот период, когда вы полноценно работали, и как вообще люди, зрители реагировали на новые спектакли? У вас были аншлаги, или люди все-таки боятся ходить в театр в этих условиях? Как происходит ситуация какая? Я хочу сказать, что начался нынешний сезон очень оптимистично, потому что мы сыграли, сначала мы сыграли две перенесенные премьеры с весны, то есть мы сыграли, собственно говоря, «Утопию» Михаила Дурненкова на малой сцене 10 сентября, и мы сыграли «Мою прекрасную леди» музыкальный спектакль на большой сцене. Это были два спектакля, которые были поставлены еще весной, подготовлены и перенесены, соответственно. И в этом отношении зрители очень нас поддержали, потому что практически ни один билет, приобретенный весной, не был сдан. То есть это были те зрители, которые весной планировали пойти? Да, до дат перенесенных спектаклей, эти даты уже в мае были известны, люди могли скорректировать планы, может быть, перенести, созвонившись с кассой, перенести с одного числа на другое. Но, в общем, все были готовы. Практически эти, и причем не только премьерные спектакли, можно было в принципе сказать, что практически весь сентябрь и начало октября мы отрабатывали за весну. То есть мы играли спектакли, которые были перенесены, и в основном там даже почти не было билета в свободной продаже на сентябрь, потому что практически все билеты были проданы еще весной. И мало того, экономически, просто я не знаю, насколько это для слушателей важно, чтобы они понимали, экономически тоже система была устроена справедливо. То есть несмотря на то, что эти билеты были проданы весной, получить эти деньги, эти средства на счет театр мог только после того, как спектакль состоится. Понятно. Да, то есть, ну вот, как бы так. И, в общем, на этой волне в октябре тоже были очень хорошие результаты, даже лучше, чем прошлогодние результаты по продажам. Да что вы! То есть в октябре зрители пришли больше, чем в октябре 2019 года, когда был регулярный показ. Конечно. Ну, во-первых, зрители соскучились, во-вторых, несколько премьер. В конце сентября еще вышла премьера по пьесе Робера Тома «Восемь любящих женщин». Тоже красочный, яркий, такой, в общем, ожидаемый. Музыкальный, да? Да. Вот. И, ну, все-все-все действительно. И, ну, естественно, моя прекрасная леди спектакль, которая тоже там за два-три месяца до показа уже практически полностью раскупает. Это то, что Алла Сигалова у вас поставила, да? Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. Ну, вот. И дальше в конце октября мы сыграли премьеру концерта «С любимыми не расставайтесь», спектакль-концерт. А это связано с пьесой? Нет, нет, это, 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 это не связано с пьесой. Это такая, такая ретроспектива любимых песен нескольких поколений, начиная с, там, 50-х, 60-х, 70-х годов. Такая, такая история, история, собственно говоря, нашему театру. Мы несколько лет назад, мы отметили свое 70-летие, сейчас 73 года. Вот, и мы, и мы вот эту всю историю, как бы, этих 70 лет рассказали в песнях, рассказали в шлягерах вот нескольких поколений. И, собственно говоря, вот это уже две премьеры, которые мы выпустили. Третья премьера, собственно говоря, это был спектакль, о котором я уже говорил, который поставил Я Акалик с, как бы, с нашими ведущими актерами. Это такая камерная пьеса, современная эстонская пьеса, Эрик и Анна. И, собственно говоря, и в начале декабря вышел наш традиционный новогодний спектакль «Щелкунчик», который выпустила режиссер Ивина Кондрашова. Скажи, пожалуйста, «Щелкунчик» каждый год или «Щелкунчик» только в этом году у вас? Нет-нет-нет, каждый год, каждый год мы, так же, как и большинство эстонских театров, делаем детский спектакль, который, ну, как бы, он специально, как такой... К новогодним праздникам. Да, да, даже не к новогодним, он выпускается в начале декабря, и как раз он играется в декабре, потом, там, немножко в январе, вот. И это очень часто проект, который живет и потом, естественно, но вот там основная часть маленьких зрителей приходит на него вот буквально там в первый месяц после выхода. Поэтому это традиция, и это хорошая традиция, это очень популярно, и маленькие зрители всегда ждут. И даже в этом году, несмотря на то, что многие из школы уже к этому моменту перешли на онлайн-обучение, и несмотря на то, что, конечно, ну, многие родители опасаются и опасались, но все равно, пусть не в таком объеме, как в прошлом году, но все равно состоялись спектакли, состоялось там около, там, 15 спектаклей, и зал, как и положено, был наполовину полон. Скажи, пожалуйста. Праздник состоялся, и, в общем, ну, как бы весь остальной свой репертуар мы играли в ноябре, играли в декабре, да, с момента введения ограничений 50%, ну, мне представляется, что по большинству спектаклей, скажем так, наши возможности с учетом ограничений и зрительских спрос примерно совпали. То есть примерно, собственно говоря, и, ну, как бы, то есть не было в этом такого насилия. То есть примерно ползала на большой сцене, ну, конечно, на малой сцене, где, как правило, аншлаги, конечно, это ограничение, оно было таким, ну, жестким там, соответственно. Там заметно не хватало билетов, да, людям? Да, 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 конечно, да. Но, в общем, спрос был, и спрос был довольно большой. Они, конечно, показатели декабря были далеки от показателей прошлогодних, но они больше были как бы далеки по объективным причинам просто из-за ограничений. Скажи, пожалуйста, я вот все хочу спросить вот о чем. А режиссеры, которые работают сейчас, вот про одного ты рассказал, про вашего председателя совета. Да, я, Калика, да. Да, молодой режиссер, который поставил спектакль «Утопия». Карл? Карл Лаумет. Он же принимал участие в специальном... Ведь спектакль родился из лаборатории «Золотой маски», да, которая была проводилась в предыдущем году. Год назад, да, в программе ежегодного фестиваля «Золотая маска» в Эстонии мы совместно с «Золотой маской» и с Театральным союзом Эстонии делали лабораторию, на которой молодые эстонские режиссеры наиболее интересные и перспективные работы работали в современной русской драматургии, с пьесами, которые были отобраны экспертами «Золотой маски», предложены на выбор, соответственно, молодым эстонским режиссерам, переведены, изначальные синопсисы были для них переведены, чтобы они понимали, о чем идет речь. Потом те тексты, которые они отобрали, естественно, были переведены полностью. И было пять работ, среди которых мы, посовещавшись, выбрали из членов футсовета, выбрали в результате утопию Михаила Дорнякова, из списка, который сделал очень хороший эстонский режиссер Карл Лаунинг. И потом он сделал из этого спектакля уже, который должен был выйти весной, но вышел осенью. Да, который должен был выйти через несколько месяцев, но в результате вышел практически через год после лаборатории. Скажи, пожалуйста, а какие-то другие спектакли из этой лаборатории в других театрах были приняты, может, по телепьесе? Да, я знаю пьесу, которой очень заинтересовался эстонский драматический театр. Знаю пьесу, с которой, по всей видимости, будет работать театр Угола. И практически все пьесы, которые были представлены на лаборатории, поскольку лабораторию мы делали не узко только для русского театра, мы делали, в принципе, для всех театров Эстонии. И представители всех театров были на этой лаборатории и смотрели эскизы, выбирали, договаривались. То есть эта лаборатория принесла очень большую пользу, мне кажется, именно продвижение современной русской драматургии в Эстонии. При том, что, в общем, эстонская театральная общественность хорошо знакома с современной русской драматургией, очень ею интересуется, и постановки были, и до этого были не раз. Ну, и я понимаю, что у тебя работала Ярослава Полинович какое-то время, да? Да. Ты приглашал ее как драматурга в театр. И Полина Бородина тоже работала? Полина Бородина, ну, как бы мы на договорной основе мы вместе готовили пьесу, которую я потом поставил. А какую? Ну, она называлась «Дом Прозоровых» 40 лет спустя. А, я поняла. То, что вы сделали в истории трех сестер через 40 лет. Интересно. В 47 году, да. Вот, и она идет до сих пор. Но, к сожалению, или не к сожалению, но для нас точно к сожалению, все-таки те предложения и те планы, которые у Полины появились в России, связанные с «Любимовкой» и с другими проектами, они перевесили. Но она стала одним из новых руководителей фестиваля «Любимовки», фестиваля новой современной драматургии российской. Скажи, пожалуйста, а вот эта история про трех сестер, вот сейчас очень много на самом деле об этом говорят, когда слушают три сестры, все говорят, да, а вот интересно, что бы было с тремя сестрами, если бы они остались, как бы какая бы ждала их судьба. То есть, собственно, вы это и сделали. Я точно понимаю. Ту проекцию судеб русской интеллигенции, которые прошли революцию и остались, это у вас 30 какой год там? У нас 41-й год. А у вас 41-й год. Первое действие – это май 41-го года, и второе действие – декабрь 41-го года. То есть 40 лет, и действительно, для меня, как для постановщика, как для автора самой идеи, было очень важно проследить и выстроить судьбы из самих трех сестер, и, собственно говоря, остальных обитателей этого дома, и Бобика, и Сопочки, которые становятся взрослыми, и которые такие полноценные участники этой истории, и, в общем, и, соответственно, Наташа, то есть внучка Андрея. Андрея, к сожалению, по нашей версии, как бы Андрея уже не доживут, но есть его внучка. В общем, действительно, это для меня было очень важно – понять и представить себе. Ведь когда у Антона Павловича Чехова три сестры, ну, фактически, ну, уже вступив во взрослую жизнь, еще даже не, как бы, не подозревают, может быть, предчувствуют, но не подозревают, сколько трудностей, сколько каких-то страшных испытаний им еще предстоят. Да, на фоне которых смерть Тузенбаха может оказаться просто… Ну, да, 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 поэтому… Просто первой потерей. Да. Скажи, пожалуйста, ты упомянул еще восемь любящих женщин. Да. Ну, это, я так понимаю, музыкальный, веселый спектакль с элементами детективными, да? Детективы, да, 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 да. То есть то, что очень любит массовый зритель. Понятно, что там вот три сестры, наверное, это не просто собрать аудиторию, потому что это надо иметь понимание еще о том, что на самом деле чеховская пьеса есть, и подробно знать вообще всю историю эту. Наверное, на восемь любящих женщин у вас собирается большая аудитория. Ну, да, конечно, потому что восемь ярких разных женских характеров, для которых, собственно говоря, смерть отца семейства становится, ну, скорее такой отправной точкой, причем, да, ведь, ну, как это, изначально митическая смерть, да, то есть разыгранная смерть становится лишь отправной точкой в каком-то невероятно, невероятно объемном эмоциональном выяснении отношений, расставлении все по местам, и вновь разрушении этой иерархии, и понимании, кто есть кто на самом деле. Ну, очень-очень увлекательная история, конечно, колоссальный материал для актрис, вот, поэтому, ну, конечно, зрителям за этим и очень интересно следить. Скажи, пожалуйста, да, скажи, пожалуйста, а там, я вот когда писала небольшой обзор на этот спектакль, еще осенью с премьеры, там же у вас еще и творческая группа практически вся женская. Да, конечно, это, это, это третья уже режиссерская работа нашей замечательной актрисы Татьяны Космыниной, ее дебют на большой сцене, это, естественно, сценография тоже Яны, да, да, собственно говоря, практически вся, ну, кроме, кроме композитора Александра Жадилева, собственно говоря, единственное в числе, да, а художника, естественно, художника по свету Антона Андреевика, да, можно сказать, что вся остальная творческая группа абсолютно женская, и мало того, это, ну, вообще, это спектакль, поскольку репетиции, во-первых, идея возникла как раз в самом начале весеннего карантина, когда мы думали, ну, как только предоставится возможность репетировать, вот что бы хотелось запустить сразу, еще не имея возможности пригласить постановщика из России, потому что все равно эти бесконечные пограничные барьеры, ограничения, когда были очень жесткими, да и сейчас они довольно жесткие, вот. Вот, и Таня Космынина, которая давно, собственно говоря, уже, ну, эту идею вынашивала, она предложила, мы обсудили, то есть, какое-то первое общение начиналось онлайн, когда все были отдельно друг от друга, и с какой же радостью весь этот замечательный женский коллектив набросился на работу, когда в начале мая, ну, часть ограничений была снята, мы смогли, по крайней мере, репетировать. Вот, поэтому он вид возник из этой радости, радости творчества, радости общения, спектакль, и эта атмосфера в нем, как мне кажется, абсолютно сохранилась. И в спектакле заняты актрисы разных поколений театра, да? Ну, конечно, конечно, да. Там бабушка же есть, да, у них? Да, и младшей, от бабушки до младшей дочки. Да, 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 ну, конечно, ну, я не буду говорить, поскольку некорректно, все-таки, тем более, да, мы говорим о той большой возрастной разнице, которая, действительно, о той амплитуде возрастной, которая есть у исполнительниц, ну, да, да, конечно, это тоже замечательно, когда актрисы разных поколений встречаются в одной работе и, в общем, в полном согласии и взаимопонимании делают такой блестящий, искрометный спектакль. То есть Татьяна Космынина, вот теперь можно следить за ее работами в вашем театре. Какие-то еще, наверное, планы у вас тоже будут с ней, да? Да, обязательно, конечно, я очень вздумал, просто сейчас Танины планы, как бы она, ну, вынуждена корректировать с радостным событием, она год назад стала мамой, вот, и, но, тем не менее, собственно говоря, в работе Яка Алика, Эрика Анна, о которой мы уже говорили, Таня, собственно говоря, одна из двух исполнителей. То есть она не оставляет свою актерскую деятельность? Нет, конечно, нет. В дуэте с Сергеем Формонюком прекрасный актерский дуэт, они вместе с постановщиком и с замечательным сценографом Рассита Раут сочинили такой тонкий, глубокий, очень интересный и очень в то же время зрелищный и яркий спектакль. Скажи, Филипп, тогда еще вопрос. Я так понимаю, что Эстония сейчас ждет какого-то периода, когда будет опять объявлено либо о продолжении каких-то мер, либо о частичном снятии? Это прямо сегодня. Это прямо сегодня. Вы ждете? Потому что, да, в Эстонии в последние недели произошли очень серьезные политические перемены. ушло в отставку правительства, досрочно ушло в отставку правительства, то есть развалилась как бы предыдущая, получается, правящая коалиция, возникла новая коалиция, и новое коалиционное правительство, состав которого буквально там стал известен два дня назад, должно сегодня именно будет принять такое, ну, фундаментальное, важное для всех театров и для многих других учреждений, связанных... С публичной деятельностью какой-то, да? С публичной деятельностью, да. Важное решение о отмене карантинных ограничений или о продлении карантина. Все настроены, все как бы уже почти уверены, что да, что... Завтра все пойдут гулять. Не а то. Ну, не завтра, но с 1 февраля, да. Вот. И все, и уже, знаете, это уже там с несколькими там радиостанциями мы записали сюжеты, которые, да, и, собственно говоря, из телеканала мы записали сюжеты, в которых мы договорились. Все. Как только мы понимаем, что да, решение принято, да, ограничение снято, это сразу идет в эфир, потому что мы говорим о том, что ура, наконец театр открывает двери долгожданные зрители, которых мы любим, ждем, вот мы рады вас приветствовать. Вот это фундаментальное решение, важное решение должно быть принято сегодня. Прозрачная политика, понятно, в отношении всего. Скажи, пожалуйста, еще, Филипп, весь январь вы регулярно показывали записи своих старых спектаклей? Ну, так же, как и весной, собственно говоря. Да, а будете ли вы это оставлять на будущее? Будет ли у вас такая опция, что можно будет онлайн все-таки периодически смотреть какие-то спектакли ваши, может быть, архивные или еще что-то? Вы оставляете их на какой-то период времени, да? Да, потому что, к счастью, у театра довольно много спектаклей снято в хорошем качестве, и, конечно, мы периодически, может быть, не с такой как бы интенсивностью, но архивные спектакли будем показывать и дальше. Мы были бы рады вообще там разместить ссылки на постоянной основе на сайте. Ну, это связано с авторскими правами, понятно. Ну, это да, это связано, да, с ограничениями, поэтому всякий показ – это довольно трудоемкая работа, потому что со всеми авторами, включая всех авторов музыки, естественно, там, драматурга и так далее, и так далее, это должно быть заранее согласовано, вот, и срок показа должен быть ограничен. Поэтому, ну, конечно, да, конечно, конечно, да, и судя по количеству просмотров и по отзывам, зрителям очень нравится, когда театр дает им возможность вспомнить какие-то яркие, интересные спектакли и совсем недавние, недавние еще бывшие в репертуаре, и, ну, там, снятые 10-15 лет назад. Да, ну, вот у вас там, я видела, в доступе есть даже черно-белые записи какие-то старых спектаклей. Да, 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 конечно, ну, там просто, да, там уже дальше уже речь идет о качестве, о целесообразности показа, поэтому, к сожалению, там есть очень хорошие спектакли, спектакли, но которые, ну, просто в силу технических, иных технических возможностей не были записаны в хорошем, как бы, качестве, которые, ну, как бы, которые привычны современному зрителю. Хорошо, Филипп, тогда будем надеяться, что у вас будут какие-то послабления, которые дадут, может быть, пример рядом, находящимся странам, потому что мы, конечно, очень скучаем, у нас уже давно ничего не работает, весь ноябрь и декабрь мы вне театра находимся, в октябре еще что-то где-то было, Литва тоже вся закрыта с ноября, и мы очень все скучаем по театру. Ну, я, да, я же, я желаю, я желаю нашим соседям и Латвии, и Литве, конечно, скорее всего, снятия ограничений. Это, поверьте, это вот при всей там, при всей медицинской целесообразности, но это все равно, это как бы персональная позиция, персональная позиция, допустим, членов эстонского правительства, людей, понимающих, насколько зрители ждут театра, насколько в Эстонии театр является важнейшей частью культуры, и просто такая, ну, состоит соединенная с определенной еще, ну, экономической целесообразностью, потому что эстонское правительство, изначально взявшее на себя труд и нагрузку полноценно компенсировать всем театрам, всем музыкальным организациям, концертам, организациям потери от несостоявшихся спектаклей, концертов, выступлений и так далее, и так далее, тоже рассуждают с точки зрения как бы остойки. Продолжать держать эту нагрузку на себе. Да, давайте, ну, с удовольствием, формально деньги, если можно просто дать возможность. Разумно, да, ну, разумно, да, ну, разумно. Со всей ответственностью, я бы сказала, все-таки эти решения принимаются, да? Да. Хорошо, ну, что, будем тогда за вами следить сегодня. За тем, что у вас происходит, будем продолжать следить за тем, что происходит в Русском театре Эстонии, в Русском драматическом театре Эстонии. Всем очень рекомендую следить за онлайн-афишей, которые периодически появляются, какие-то спектакли, которые стоит посмотреть, актеры, которых стоит узнать, занятые в ролях в ваших спектаклях. Филипп, удачи, никому не болеть. Спасибо, да и просто приезжайте в Сталин. Но пока трудно. Это, 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 это недалеко. Пока трудно, пока границы все-таки существуют, определенные вот этим вот карантином. Удачи. И не болеть никому. Хорошо? Спасибо. И большой привет всему театру. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.